Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 7 марта, завтра уже будет женский праздник, но даже в преддверии праздника вопросы зрителей никто не отменял. И я сейчас на сегодняшние, на самые интересные вопросы отвечу. И сразу скажу вам, что в конце этого ролика будет ответ на вопрос одной зрительницы очень-очень подробно именно про технологию выращивания. Кому интересно, посмотрите. Потому что я вчера, когда просматривала вчерашние комментарии, ну никаких таких сильно особых вопросов не было. Пришлось только удалять эту, может быть кто-то видел, Галина Ивановна какая-то, что ли, которая зашла там, жесть творила, что. Я ее молча удалила, даже на нее внимания не будем обращать. И я это также хочу вам посоветовать. Если вы увидите, сейчас весна, обострение, заходит какой-то человек, но видно, что неадекватный, вообще ничего ему не отвечайте. Будем теперь молча их удалять и все. Бороться с ними бесполезно. Одного убираешь, на следующий день заползает новый. Так, начнем про наше растение. Не будем на нее отвлекаться. Вот про монгольский карлик тут. Вот смотрите, вчера я выложила коротенький видеоролик, где рассказала, что нынче буду испытывать семена черного принца от разных-разных фирм, от различных, потому что в прошлом году у меня был горький опыт выращивания черного принца, красная дробь выросла. И вот очень много комментариев на эту тему, на тему именно вот про черных принцев. Кто-то пишет, что у них так же, как у меня, выросли маленькие красненькие. Кто-то наоборот пишет, что у них действительно настоящий черный принц, вот этот мясистый, такой сладкий. Но вот Елена Шакюрова пишет, у меня семена черного принца от Октябрина Ганечкиной. Не слышала, что она семена продает. Так. А вот смотрите, интересный вопрос. Ольга, у меня вопрос. Купила в магазине один томат сорта Кумата, стоит 270 рублей за кило. Я собрала немного семян. Могу я посадить эти семена после того, как они перебродят 3 дня, и я их промою. Вот смотрите, я вам тут не советчик, потому что я с магазинных, с купленных томатов, если честно, ни разу не собиралась семена. И я думаю, вам никто со стопроцентной уверенностью не скажет, что подойдут они для посева или нет. Вам нужно самим испытать. И вы потом наоборот с нами поделитесь, но испытать их как нужно. Мало их посеять в этот год. И когда они дадут томаты, с этих томатов нужно собрать семена еще раз и посеять еще один год. Потому что если эти томаты гибриды, они в этом году могут вам дать плоды, которые повторяют материнские свойства, все качества купленного вами томата, а на следующий год происходит расщепление вот этого гибрида, и он может быть совсем не похож. Но насколько я знаю, кумата, томат, это сорт. Мне как раз в этом году впервые прислали на развод вот этот кумата. И вот зрительница, которая прислала, она говорит, что они на базаре у них тоже очень дорогие. Самые такие томаты, как бы элита считается томатов. Все их любят. Они, по-моему, черные. Ну, посеете, попробуйте. Это будет интересный опыт. Хотя бы две штучки вырастите и на следующий год еще раз посеете. Так, вот Марина спрашивает. При перевалке перца из 200-граммового стакана в большой, как вы заглубляете перчик до 7 долей снова или как саженец уже вырос в первом стакане? Я обычно при второй перевалке делаю грунт на этом же уровне, как он рос. Больше его не заглубляю, потому что к этому времени он обычно уже с толстым стволиком, с таким, как уже чуть ли не одервневшим. И так как томаты, они не вытягиваются, так же, как томаты, перцы. Короче, перцы не вытягиваются, в отличие от томатов. Вот так понятнее. И я второй раз их уже не заглубляю. Томаты при высадке в грунт даже еще немножко заглубляю. Короче, томаты я заглубляю и заглубляю и заглубляю. Могу три раза заглубить. С перцами я этого не делаю. Но я не знаю, может быть, кто-то и заглубляет. Так, это про лоточки. А вот интересно, это хотя не вопрос, но я хочу вам прочитать, ну, немножко так, разбавить юмором. Вот Валентина Коновалова написала, что у нее была история с Черным Принцем. Ездила в отпуск, муж там сторожил, ухаживал. И когда она вернулась, он доложил о состоянии теплицы, что в ее отсутствии все помидоры хорошие, не болели, зрели хорошо. Только два куста пропали. Почернели, я их выбросил. И она увидела в мусорном ведре, это были лучшие, самые вкусные помидоры, Черный Принц. Он, видите, их забраковал. Они начали чернеть, он подумал, что это болезнь. И вот каждый год потом, когда их ели, они смеялись над этой ситуацией. И она пишет, мужа сейчас уже нет, а эту историю передаем уже внукам. Вот видите, какие интересные огородные истории. Черного Принца изгнали, ни за что, ни про что. Так, это про петунию, про кокосовый экстракт. Вот кому интересно про петунию, прочитайте. Вот про золу. А можно просто золу рассыпать по грядкам. Вот смотрите, я золу летом, это называется как припудривание. Я могу ее припудривать по любым культурам. И припудрить могу, показывала вокруг этих, прикорневой вот этот вот круг вокруг томатов. Люди припудривают и в междуряде, по луку, везде. Припудривание золой – это такой известный старый метод борьбы со всеми. Говорят, что и раскисляет почву она, и обогащает землю. Потом при рыхлении можно заделать в грунт. Так что ничего страшного. Но, конечно, везде нужна мера. И тут нужно тоже смотреть, какой у вас грунт, чтобы не сделать хуже. Про манго-джанго, вот который я сказала, что первый раз в этом году узнала про этот томат. Первый раз слышу про томат. И вот пишет, ну кто-то, не знаю кто. Манго-джанго выращивала в прошлом году, всем советую. Очень красивый томатик, похож на золотой Кеннегсберг, но более мясистый, менее крупный, вкусный. Планировала на заготовке, но все с двух кустов съели. Мы с внуком в свежем виде. И вот планирую теперь пять растений посадить. Вот я очень, ну как много, читаю хороших комментариев, вот про эту, забыла уже, про санту-то и про манго-джанго. Названия не русские, я не могу их запомнить, они никак у меня не укладываются на полочке в мозгах. Про джанго-санта и манго-джанго. Вот, короче, два сорта, которые заслуживают нашего внимания. Так, ну тут уже с наступающим праздником. Про черный принц тоже пишет, пытаюсь, буду пытаться вырастить. Вот Светлана пишет, у меня тоже есть черный принц, совсем другой. Если вы не против, можно прислать, правда, уже с опозданием. Но я вам напишу потом адрес, я, может быть, и успею в этом году еще посеять. Вот мне, когда говорили мы про козулю-то, все бедная козула, козула, бедная козула, там взошла одна, да такая хиленькая, чахленькая, и отозвалась вот эта Ивета Соло. Она сказала, если хотите, я куплю прямо у коллекционера здесь у нас и вышлю вам. Успею или не успею, попробуем. Я говорю, ну давайте. И вот уже вчера они приехали, эти козулы, разные-разные номера. Я потом покажу вам, сделаю маленькое видео. И я уже их и посеяла, успела. Получилось, что в первой декаде марта даже успела посеять. И так, что в этом году будет козулок много. Так, Ира Воронина пишет, Ольга, вы большая молодец, столько сажаете, я посадила 100 штук, голова идет кругом, переживаю. А я посадила, вчера считала 1600, по-моему, или 1800 уже сеянцев, пересчитывала вчера по голове. Так, это пролетние, как я лежала под томат, под юбилейным Тарасенко. А их иначе никак во всей красе не снимешь, только ложится на пол. И вот про этот, который я вчера выговорить-то не могла, написали точно блукейс, самый сладкий, садила в том году в открытом грунте, были почти все черные, в три стебля, очень крепкие стволы. Ну и дальше, 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 все соседи заглядывали, просили попробовать. В этом году посажу обязательно. А в Черном Принце уже разочаровалась, какой год сажаю разные, и все не то, что раньше. Вот я поэтому и начала искать, принца черного, именно, ну как хочу, настоящего, истинного принца найти. Потому что многие пишут, что покупали, каких только фирм покупали, вырастает все, что угодно, но только не черный принц, который должен быть. Ну вот пишут, не ищите томаты, такие как в детстве, или как у бабушки, как в советские времена. Так мы, нет, мы не ищем как в советские времена, или как у бабушки. Но мы ищем, если томат в описании написано, что он черный, он же не должен быть мелким, и красным, и маленьким, 50-граммовым. Это-то уж совсем не похоже. Уж не совсем хотим, как у бабушки, но чтобы хоть описание соответствовало. Немножко, немножко. Вот смотрите, вот нам как раз, мы все говорили, когда укладывать петлей, говорили, что Мунир Зарипов, этот метод использует, и вот этот уважаемый человек, Мунир Зарипов, пришел к нам в гости, на канал зашел, и написал про перец. Вот, наверное, на этот же вопрос, который я вот только что перед этим отвечала, он пишет, заглубление перца, это большой вопрос, перец не любит, когда листовая часть ствола близко к земле, у многих садоводов заболевает ствол, подгнивает, начинают их лечить зеленкой с перцем, который не заглублен, такого не происходит. Спасибо вам за комментарий, но вот я и говорила, что я первый раз, когда до семи долей их заглубляю, они же потом ясны, что земля пушистая, при поливе, при каком-то, в процессе выращивания, она немножко все равно оседает, и когда второй раз я делаю перевалку, я уже заглубления не делаю, и вот у меня вот такой метод происходит нормально, что первый раз я заглубляю, а потом, когда высаживаю в открытый грунт, или когда делаю перевалку, я уже второго заглубления не делаю. Начинают лечить их зеленкой, вот посмотреть бы, как перцы зеленкой лечат, наверное, так же, как я иногда сломаю случайно веточку, и зеленкой замазываю рамку, чтобы туда какой-нибудь грибок вредоносный, не залез. Так, девочка, ну, смотрите, пишет Наталья Лазарева, спасибо за информацию, тоже посеяла черный принц, но на одном известном канале известный блогер сказал не очень положительно в пользу черных томатов, якобы в них есть солонин, нужно быть осторожным, вы что-нибудь об этом слышали, у меня теперь появились сомнения, блогер уж очень профессиональный, неужели это так, я знаете, как слышала, я слышала, что вот, если черный томат, да, там есть солонин, что нужно не злоупотреблять, вот, ну, как, в свежем виде эти томаты, везде пишутся, но один от силы два томата в день съедать, но мы больше и не съедаем, вы знаете, даже если, даже если вот эти красноплодные, они же многим тоже противопоказаны, если их есть с утра до вечера и только одни томаты, то уже будет у кого-то, у кого, скитлотность в желудке не в порядке, тоже будет не все хорошо, но вот про черные томаты я слышала, что один томат в день вы можете съедать регулярно, ничего с вами не случится, но злоупотреблять не стоит, мне бы его одной вот этого черного принца хватило, я бы утром съела черного принца, в отбед бы я съела, вот у меня есть любимый там или Кенигсберг золотой, или алтайский оранжевый, вот эти вот оранжевые сорта, которые прям сладкие, сладкие, а вечером я бы съела или полосатый шоколад, или какие-нибудь, ну какой-нибудь, любой полосатый, тигровый такой, так, ну вот про черного принца пишут, что тоже низкорослый черри вырос, а вот это звалась как раз Наташа, которая вызвала, ой, выслала мне этот черный принц, у которой название Яхан, тамулет, хочу сказать, что черный принц, который я вам отправила, долго всходит, который я посеяла, думала не взойдет, но он взошел, ну с Богом, но я тоже посеяла, теперь буду ждать, ну у нас еще есть время на ожидание, только начало марта, первая декада, так что дождемся, так вот про челнок, жесткий он или нет, я не замечала, чтобы он жесткий, если вы имеете ввиду вот этот стержень-то, такой грубый, волокнистый, в центре томата, который бывает, у него нету челнока, нет, вот Светлана Шамак тоже пишет, подскажите ваш адрес, отправлю еще парочку черных этих принцев из жаркого Крыма, теперь для коллекции на следующий год, нет, я вам вот сегодня напишу адрес, если вы отправите, ну, не быстро, я еще в этом году успею посадить, и вырастет в этом году, говорят, что крымский черный принц самый вкусный, вот там где-то ниже читала комментарий, Любовь Михайловна пишет, милая вы моя, как же нелегко дается денежка, это тот случай, когда делаешь человеку, когда же, делаешь человеку хорошего заработка, здоровья, успехов в вашем трудном деле, спасибо за честность, за искреннее желание помочь, да, я считаю, что деньги вообще, если их честным путем зарабатывать, они никакие легко не даются, все сопряжены с трудом таким, так вот тут про черного принца тоже спрашивают, с женским днем все поздравляют, я, кстати, хочу с вами поделиться, я сейчас вот сижу тут, и у меня прям перед носом, вот он, сейчас покажу вам, ой, 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 как же, подождите, вот так вот, перед носом растет, видите, что это у нас, ай, блин, и вдыхаю вот такой изысканный, тончайший аромат вот этого вот гиацинта, я с вами разговариваю, и такой запах весны, я всегда гиацинт называю предвестник весны, как только гиацинты начинают у нас расцветать, сразу весна, и вот поздравляют сейчас все с женским днем, а я сижу и нюхаю, такая прелесть вообще, так, лирическая отступленица, рядом с цветком сидеть и разговаривать намного приятнее, чем просто с компьютером, так, в том году тоже был пересорт Черный Принц, и Манго Джанго тоже был пересорт в 19-м году, но про Манго Джанго вообще говорят, что он из-за ежегодных пересортов, вот этого Манго Джанго, его сняли из производства, потому что много жалоб начало приходить, и что у кого остались вот эти вот семена Манго Джанго, что они последние, больше их в продаже не будет, мне уже в прошлом году советовали, если вам кто-то пришлет Манго Джанго, и он вырастет, у вас действительно этот сорт, а не красный там какой-то, и не черри, берегите его, потому что больше его производства нет, не знаю, правда это или нет, но я из нескольких источников это слышала, что все. Лидия Пантелеева пишет, 25 лет назад я из Магадана привезла семена черного принца, увидела у соседки в теплице огромные помидоры глянцевого, черного цвета, не могла оторвать взгляд, соседка угостила одним, ведь это крайний север, и я взяла семена, семья говорит, что лучше они встречали сорта, все его ждут и любят, если вдруг не найдете в этом году, что ищите, я вам вышлю Магаданца, главное, свойств не изменил, сама удивляюсь, сегодня распекировала, листики кудрявые, всего доброго, ой, Магаданца очень хочется, я вам сейчас тоже напишу, еще и Магаданца мы возьмем свою семью, еще может быть нынче успеет он, так, вот Дмитрий Чернов тоже пишет, выписал черного принца на огород сайт, посмотрю, что будет, вот сравним потом осенью, у кого что, вот Ирина Байнова пишет, я очень удивилась, пишет, а я лентяйка, не беру дерновую землю, хотя моя дача в лесу с двух сторон участков, сосновые леса, смешанные полянки, идти никуда не надо, 50 метров до леса, не поверите, опята растут в 5 метрах от крыльца на участке, но они везде растут, пара соток опят, ой, от меня бы до опят допустили бы, я такая грибница, с детства, с 6 лет, одна по лесу шарилась, грибы искала, мне охота было много грибов найти, берите стульчик, тазик, и сидите, режьте себе, обожаю, я бы и грибы бы ваши все изрезала, и всю землю бы вашу перетаскала в огород, который у вас прямо рядом, лесная эта, а нам приходится за грибами ездить, знаете, сколько километров, в Соколовский бор, ну, километров, наверное, 50, если я не ошибаюсь, за опятами, и за землей тоже далеко ездим, Татьяна Лагутина пишет, таких томатов, какие были в советские времена, уже не найти, ну, и могут отличаться, еще пишут, что разные почвы, да, это так, вот, Татьяна Вавулина пишет, вопрос у меня, купила Настенька, но F1, это, этот же сорт, ну, пусть даже гибрид, или совсем другой, вот, смотрите, если это F1, то, скорее всего, это, конечно, совсем другой томат, но, опять же, хочу сказать, ну, сейчас многие зрители уже пишут, и, как, как сказать, высказывают такое предположение, что, возможно, производители идут вот на этот шаг, указывают, что F1 на тех сортах, которые сорта, только для того, чтобы люди не собирали свои семена, у нас же сейчас, видите, как пошло такое поветрие, но это нельзя, сказать, назвать модой, это можно только сказать, что люди разочаровались вот в тех фирмах, в огромных, ну, которые производственные объединения, семенные, которые делают семенной материал, заготавливают, и так как много вот этой путаницы, пересортной соответствии, люди стали заготавливать свои семена, ведь это потеря огромных денег, миллионов, вот эти фирмы теряют по стране миллионы, и многие зрители, да, я тоже допускаю такую мысль, они стали указывать F1 на всех, даже на сортовых вот этих вот, на пачках, потому что я очень много вижу, вот был сорт, 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 сейчас раз иду в магазин, он уже указан F1, так и Настенька, Настенька, она же сорт была на протяжении многих лет, если Настенька F1, это вполне возможно, что это может быть тот же сорт, но только поставили в F1, чтобы люди не собирали семена, но это лишь только мое мнение, на которое меня натолкнули другие зрители, утверждать я не буду, но если F1, то скорее всего, это гибрид, опять же, чтобы узнать, гибрид это или нет, это надо в течение двух лет высевать семена, вот с этого, с пачки один раз посеять, на следующий год еще раз посеять, если не будет менять своих сортовых характеристик, значит это настоящая Настенька, но вообще, вот я, которую высаживаю, она и была Настенька, когда я покупала еще лет 10 назад, наверное, 8-10, и сейчас она у нас вот в магазине, в прошлом году я видела, она без F1. Наталья Никитина спрашивает, подкидываешь толстоногий или нет, нет, не толстоногий, она пишет, когда я смотрела ваше летнее видео, казалось, что толстоногий, нет, он у меня был просто такой в меру упитанный, но он не толстоногий, он именно рос как тонкий, как тонконогий, то есть он не был штамбовым, никаким вот таким вот, ну, тоже в прошлом году был мелкий красный, черный принц, это почти у всех, кто сел в прошлом году, из 11 принцев, один станет королем коллекции, да, один тоже поди, вот как раз Евета Соло пишет, которая прислала мне вчера, козулы вот эти, пишет, я уже посеяла 98 сортов, еще остались, на 8 марта закончу, и 20 буду сеять, который в открытый грунт, а я ей отвечаю, что и в это, вчера пришли ваши козулы, я так рад, и столько много разных, сегодня их уже посеяла, хотя до этого я посеяла уже 571 сорт, это только вдуматься, я вчера вот пересчитывала, я сказала вам 1600 или 1800, там вот этих сеянцев, 571 сорт был без козул, сегодня уже я вот, если прибавить козулы, будет 600 с лишним, это очень много, я даже сама нынче, что-то так немножко побаиваюсь, так я их куда буду рассаживать, но я думаю, все будет хорошо, Ольга Гонченкова пишет, у меня самым сладким был бычий глаз, кстати, мне нынче про него сказали, что он самый сладкий, я его уже тоже посеяла, вот и бычий глаз, мы не скидываем со счетов, вот спасибо за мастер-класс, по сбору своих семян, скоро придется, наверное, всем нам обучаться сбору семян, будем сами, сам на сам, сами собирать, сами заготавливать семена, сами обмениваться друг между другом, в обход магазинов, что интересно будут делать, вот эти семенные фирмы и магазины, ну, наверное, какие-то карательные миры начнут вводить, Гаран Зеля пишет, из черных мне понравился Ашраф, я не слышала даже такое название, Оксана Черных пишет, Оль, у меня 5 черных принцев, увидела видео, собрала все в куче, тоже не знаю, какой настоящий, это Али, это русский огород, евросемена, удачные семена, и вот такой же сибирский сад, томатов очень много, а места мало, всех принцев не хочется садить, да, угадать, какой из них настоящий, сложно, это называется на вкус и цвет, товарищи, нет, это точно, Ирина Кавыкина пишет, у меня тоже есть несколько сортов черный принц, еще приобрела новый, буду испытывать нынче, вышли в омусинью, вот видите, всем людям хочется найти черного принца, так, Зифа Хайрулина пишет, что сплотили нас, сидим все рядом, обсуждаем, как будто прям рядом, вот Ольга Башкова пишет, подскажите, как маркировать сорта, их много, у меня нет соображения, я вам завтра, или послезавтра сниму это видео, я на завтра не уверена, потому что у меня по воскресеньям по плану походы с внуком, я его в детскую комнату вожу, вот он там на батутах прыгает, потом в это, в киномир, на мультфильмы ходим, я вот за последний год пересмотрела все мультфильмы, которые есть в российском прокате, куда деваться, все равно приходится сидеть и по часу смотреть эти мультики и про машинки, и про все остальное, потому что мультяшных героев надо знать, чтобы потом легче было поддерживать разговор с ним, а то он мне иногда говорит, играем, он называет что-то, я говорю, а это кто такой? Ну как кто ты, что не знаешь, это дикие скриджеры, и сидишь как этот, вот я должна знать всех, кто дикие скриджеры, кто соники, кто что, так что завтра я не уверена, что буду снимать, но послезавтра я обязательно покажу, я вот сейчас, когда высаживаю новинки, которых у меня всего по 2 семечка, я в один лоток высаживаю по 51, вот вчера 48 сортов, высеяла, и я их не перепутываю, потому что у меня уже схема отработана, и покажу как, тут ничего сложного нет, два варианта, или в тетрадь схему пишите, или просто списком, ну тоже пишут в тетради, я расскажу, как я делаю, Лидия Погалеева пишет, 20 лет назад сажала черного принца, помните, на вкус и цвет формы, у меня был удлинен навальный, грамм 100-150, чернота на помидорках появлялась почти сразу, и висели они такие страшненькие, а вкус был бесподобный, когда созреют, вот видите, еще один вид удлиненных черных принцев, ну вот тоже пишет Катя, буду с нетерпением ждать результат, черный принц выращивала моя тетя, в советские времена, лучший вкус этого томата я не ела, и многие пишут, что вот Светлана Быкова, попробуйте сорт черный русский, евросемена, все это, есть ли у вас времена, ой, семена с советских времен, нет, я семена обновляю, с советских времен я ничего не, с советских времен более 30 лет прошло, нет смысла держать семена 30 лет, зачем, или вы имеете в виду семена, или вы все-таки имеете в виду сорта, это вот непонятно, а вот про это, смотрите, Наталья Спиридонова пишет, про манго-джанго-то, Ольга, манго-джанго, сняли с производства, берегите семена, да, говорят, очень сладкий, сама выклинчила три семечки, буду проверять, и вот спрашивают, а почему, интересно, ну сняли с, сняли с производства, так как был сильный пересорт, ну короче, не смогли, наверное, как-то, то ли расфасовать, то ли что, я думаю, они везде одни и те же, просто разные картинки, я сажала, мне не понравилось, больше сажать не буду, это про, про этот, про черный принц, и вот пишут, Галина Шангина, настоящий черный принц, есть у Людмилы Кадзасовой, Кадзасовой из Риги, но говорят, с этого года в Латвии пересылка семян запрещена, и вот мне эти козулы, кстати, пришли тоже, от Людмилы Кадзасовой, а пересылка семян, кстати, за границу, она, по-моему, давно по закону запрещена, просто не указывают люди, что это семена, и все, так, вот совет, замульчируйте, чтобы плоды не лежали на земле, и не гнили, у меня не гниют никогда, плоды даже на земле, от монгольской, карлик лежит, не знаю, так, ну это все про черного принца, черный принц, черный принц, черный принц, так, 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 вот видите, как народ заинтересовался вот этой темой черного принца, потому что многим хочется вырастить настоящего черного принца, и ни у кого не получается, у многих, вот Александра пишет, только, Павла, те, которые подписаны, как черная капля, это на самом деле синие ключи, я так смеялась долго, когда прочитала этот комментарий, совсем одинаково, черная капля и синие ключи, вот видите, как мы переводим, я-то уж и не беру даже переводить, я вот пользуюсь тем, что мне подсказывают, как переведено, но у меня вот зрительница прислала, написала черная капля, оказывается, это синие ключи, ну и блуи, это действительно же блю, блю, это же, это синие, ну вот, значит, это будут синие ключи, посмотрим, настолько ли они сладкие, как вот, ну, и вот, Александра же написала такой комментарий, я тоже рассмеялась в конце, и я даже еще перефразировала ее, она пишет, да, с принцами в наше время напряженка, ждешь принца на белом коне, а приезжает какой-нибудь подкидыш на самокате, и вот, ей все пишут, что это, ну, смешно, а я такая подумала, ну, сейчас уже на коне у нас же не котируется, и, да, если, исходя из нашего времени, можно даже перефразировать, что ждешь черного принца на мерседесе, а приезжает, ну, а нет, ждешь принца на черном мерседесе, а приезжает какой-нибудь подкидыш на красном запорожце, и вот этот вот, который подкидыш на красном запорожце, вот в прошлом году я выращивала, и я нынче посадила опять несколько семечек, если уж черного принца не найду настоящего, ну, буду с этим подкидышем на красном запорожце общаться, он, кстати, тоже сладенький, вот на этом, на веселой такой ноте я, вот еще Галина Вубликова спрашивает, сколько гумата на ведро воды, всегда, давайте дам вот один совет на все времена, делайте все по инструкции, на каждом, какой бы препарат вы ни купили, на каждом есть инструкция, как его разводить, и тут мои советы вам даже не нужны, если вы сделаете покупку, у вас там обязательно будет написано, как разводить, потому что я никогда не запоминаю, средств очень много, расход у них на ведро воды почти везде разный, у одних один, у других другой, запоминать смысла нет, у меня такое золотое правило, купила препарат, посмотрела инструкцию, развела, так и делаю, все, до свидания, зрителей, которые женского рода, девушки, девочки, взрослые девочки, такие уже возрастные девочки, всех поздравляю заранее с праздником, потому что завтра у меня день внука, может быть я не успею, вот понюхайте пожалуйста гиацинт, чтобы вы были такие же красивые, цветущие, желанные, как вот для меня этот цветок, я вот прям сижу на него налюбоваться не могу, чтобы вот, ой, прям нюхаю его, со всех сторон его и обнюхала, и вот мысленно обгладила, чтобы к вам относились так же все, вот как я к этому цветочку, это самое главное, чтобы вас холили, лелеяли, поливали, целовали, с праздником, девушки, счастья вам, здоровья, и богатых урожаев, это для нас самое главное, но на какие-то вопросы можно ответить коротко, да или нет, а на какие-то вопросы нужно прям, ну я не знаю, отвечать очень подробно, читать целую лекцию, вот этот вопрос я выделила отдельно, сейчас все расскажу, Ирина Горохова спрашивает, еще раз добрый день, не могу решиться посеять томаты для открытого грунта, так как боюсь вытягивания, убрать их будет некуда, теплицы у меня нет, вот эта ситуация у многих такая, они хотят вроде бы посадить для раннего урожая, но так как условий идеальных нет, вот как у меня, у меня же есть и стеллаж, есть придомовая теплица, куда можно вынести, есть потом теплица на улице, куда еще раз можно вынести, постепенно их приближать к открытому грунту, и она спрашивает, подскажите, какая температура критична для взрослой рассады в стаканчиках, если я унесу ее в баню в средине мая, а там плюс 5 или 6, замерзнет ли она, высаживать планирую в начале июня, это вопрос, во-первых, можно такую даже формулировку, могу сказать, что вопрос не очень корректен, потому что, знаете, что, вот Ирина не указывает, какие у нее сорта будут высажены, какие она хочет именно вот так вот проделывать с ними, вот такие вот, как процедуры, потому что, я хочу до всех донести, сорта у нас все очень разные, и если есть вот такие, как у нас сибирские, неприхотливые, которые выдерживают продолжительный период понижения температуры, и ничего с ними не бывает, ну, я вот в прошлом году рассказывала, это вот эти вот толстоногие мои любимые, которые я могу выкинуть в открытый грунт, там при, да, плюс два, плюс один они там выдерживают, которые даже во время заморозков, если будет кратковременный заморозок, у них листики подмерзают, но потом они обрастают, и без ущерба для здоровья дальше продолжают расти, поэтому, когда Ирина Горохова спросила, тут нужно было, конечно, указать, какой она планирует сорт, вот так вот, посеять рано, а потом выкидывать на мороз, и еще, так, про сорта разобрались, это зависит от сорта, если вы хотите это сделать, нужно, конечно, выбирать неприхотливые сорта, которые специально выведены для выращивания в северных районах нашей страны, там, в регионах с холодным климатом, потом про температуру, вы вот написали, плюс 5, плюс 6, эта температура не критична для томатов, но кратковременно, вы понимаете, что, если вы вынесете хорошая температура, все теплая, но какой-то период, раз, два или три дня, температура понизилась, вы занесете ее в баню, ну, как бы она там будет на передержке, и короткий период, она у вас там простоит, вот, пусть будет там 5, пусть будет 6, даже можно 1-2 ночи при 4 градусах подержать, но если это не длительный период, если не весь период, она у вас будет стоять, вот, при плюс 4, 5, 6, не все томаты выдерживают длительные периоды похолодания, опять же, есть сорта, которые при такой температуре нормально стоят, а есть некоторые нет, вот в прошлом году, когда у меня была, был такой форс-мажор, у меня в придомовой теплице отключилась электроэнергия, но отошла там, розетка отгорела, и все, и они всю ночь стояли в холодной теплице, на улице было минус 8, по-моему, минус 7, минус 8, а в теплице было 0, и где-то 1 градус, и то по рассаде было видно, какая-то вот упала, как бы пришпарилась, и казалось, я думала, она вообще не отойдет, замерзнет, а какая-то стояла, вот, ну, вот эти особенно толстоногие, какая-то стояла, вот эти с гофрированными, с толстыми листьями, у которого толстые стволы, она эту вообще не почувствовала температуру, а для какой-то рассады, вот я еще раз говорю, даже кратковременная, одна ночь при одном градусе оказалась критичной, и если вы думаете, что все сибирские сорта выносливые, я в прошлом году объясняла, что нет, в первую очередь упал ботяня, у него листики даже так замерзли, что они почернели, потом вообще отвалились, казалось бы, сибирский сорт, но он, он же такой высокорослый, индетерминантный, у него тоненький вот эти стволик, и у него тоненькие листики, он в первую очередь пострадал, и дольше всех отходил, и еще какой-то, по-моему, казановый, или какой, ну вот эти высокорослые, и вы должны понимать, что кратковременное, вот такое понижение температуры, ну вот как я говорю, например, одну ночь может выдержать даже 1 градус, и 2 градуса, а если бы это было не только ночь, но еще день, и следующая ночь, то конечно рассада могла бы погибнуть, так что, от чего мы отталкиваемся, не все сорта выносят, вот таких низких температур, потом, если низкая температура, то какой период вы предполагаете держать при такой низкой температуре, если например наступит похолодание длительное, то скорее всего рассаде будет плохо, особенно тем сортам нежинкам, которые плохо относятся, вот к понижению температуры, и еще так, про длительность я сказала, про сорта я сказала, да, и еще взрослая рассада, хорошо, что вы сказали взрослая рассада, взрослая рассада и молодая рассада, переносят даже длительные периоды похолодания, по-разному, взрослая рассада, она менее восприимчива к понижению температуры, то есть она может и дольше период вынести, и больше понижения вынести, и хочу сказать по своему опыту, что я когда оставляю, ну вот в холодных помещениях, например, в придомовой теплице, или когда на улицу уже выбрасываю, я до 10 градусов, до 10 градусов я вообще не расстраиваюсь, 8 градусов, вот 10-8 градусов, я уже переживаю, при 8 градусах я уже стараюсь занести домой, потому что, знаете как, выдержать-то она выдержит, но не скажется ли впоследствии, есть же такое понятие, как застудили корни, вот эти вот, когда переохлаждение корневой системы сильно, у нее там что-то случается, и она потом плохо развивается, короче, не нужно меньше 8 градусов рисковать, и на длительный период оставлять томаты, вот при такой холодной температуре, у меня рубеж 10 градусов, если до 10 градусов я оставляю спокойно, меньше 10, я уже стараюсь уносить не только неженки, но и вот эти холодостойкие, но все-таки я их немного разделяю, если, например, ночь холодная ожидается, все лотки заносить неохота и проблематично, дома негде хранить, я неженок высокорослых, индетерминантных всех затаскиваю, а вот этих коротышей толстоногих я оставляю, и они у меня иногда стоят даже при 8 и при 7 градусах, просто я уверена в них, я знаю, что с ними ничего не случится. Потом вот тоже Ирина спрашивает про заторможенность перца, ну перец это совсем, я говорю, другая история, спрашивает, в чем причина заторможенности моего перца, засеяла в один день, не растут, почти половина еще в стадии семидолей, но с перцами, я могу сказать, что он такой, да, он и долго всходит, он и дольше решается выпустить вот этот первый настоящий лист, но вам только ждать. Я, смотрите, я всегда, если вы подозреваете, что он болен, или что-то с ним ненормально, вы можете это узнать только в процессе пикировки, вы никак не заглянете в землю и не посмотрите, что там, может у него какие-то корешки нездоровые, ненормальные, он плохо поэтому растет, до пикировки, вот до того, как первый, второй настоящий лист появится, мы ничего не можем делать, мы только ждем. А почему он заторможенный, вы узнаете потом, или, может быть, так, ничего здесь не указано, может быть, какие-то семена старые, ослабленные, может быть, ну температура, вы говорите, 24 градуса, вроде нормально, может быть еще что-то, я не знаю, очень часто, я сама наблюдаю, что перец растет очень-очень-очень медленно, и еще вот этот вопрос сразу быстро отвечу, потому что, смотрите, вот Виктория Сундет-Калиева спрашивает, эти томаты сколько раз будете пикровать, какие размеры емкости, до того, как они пойдут в открытый грунт. Это про те, которые я сею высокорослые, крупноплодные для открытого грунта в первой декаде марта, про это я уже отвечала в предыдущих ответах на вопросы, я сказала, все будет зависеть от погоды, год на год не приходится, я однозначно пикировать их буду в 200-граммовые стаканчики, это обязательно, 3 недели, 20 дней они будут в 200-граммовых, потом я их буду переваливать в 500-граммовые стаканчики, это тоже обязательно, там они будут стоять еще месяц примерно, а потом уже как бог пошлет, если будет погода теплая, я смогу высадить в открытый грунт, я высажу, если я не смогу высадить, значит я их перевалю в объем большей тары, в 2-х литровые мягкие пакеты и поставлю в теплицу вместе с высаженными там томатами в междуряде, на дорожке, везде вот так вот я уплотняю, я когда высажу томаты в конце апреля, они же еще маленькие будут совсем, и между ними вот эти пустые места, дорожки я всегда устанавливаю туда рассаду в стаканчиках, в различных там даже иногда в лотках, она там в теплице как бы на доращивании, она почти в естественных условиях, но если улица не позволяет, еще рано будет высаживать, будет, значит там.